Доброе утро, это Сараза 24. Сегодня мы с вами, все утро, друзья, поднимем вас перед выходом на работу и рассказываем разные интересные вещи. И, между прочим, сегодня Международный день кино. И в связи с этим к нам пришел самый интересный быш, самый взгляд, который был у меня на памяти. Это, друзья, Григорий Гришин, режиссер, документалист. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Будем сегодня разговаривать о очень такой серьезной теме. Серьезной теме. Серьезной. Новый год это серьезная тема. Нужно ответственно относиться к этому празднику. Дело в том, что так уж повелось, что все мы смотрим очень много фильмов в преддверии праздников и на самих новогодних каникулах. И хочется сегодня разобраться. Вот новогоднее кино. Оно всегда про Новый год? Или же нет? И вот первый такой вопрос. В чем феномен новогоднего кино? Пожалуй, такой самый главный. С ним мы начнем. Отлично. Спасибо за вопрос. Новогоднее кино это некий феномен, который существует в нашем мозгу. Это одновременно эти фильмы, которые связаны с Новым годом и фильмы, которые показывают на Новый год. Такой двуэдиный феномен. Главное, чтобы они четко ассоциировались с Новым годом. А почему? Потому что Новый год это совершенно особое время для жителей нашей страны. Это самый главный праздник. Вот к этому самому главному празднику привязываются самые главные фильмы. Те фильмы, на которые человек смотрит и думает, как вот не тяжело жить, а жить надо. Или наоборот, как жить правильно. Новогодние фильмы это такие фильмы, которые как вот выстрел, как тост. В нем все просто, понятно и оптимистично. Должно быть. То есть вы хотите сказать, что нам неким образом навязали эти фильмы, привязали их в нашем сознании с Новым годом? Мы про эти фильмы, которые не про Новый год, но они новогодние. То есть на уровне рефлексов. А это вопрос отношений. Знаете, когда вы заводите отношения, никогда не поймешь, ты влияешь или на тебя влияют. Вот это так же и с нашими организующими наше масс-медиа пространство людьми. С одной стороны, они нам навязывают некую картину мира. А с другой стороны, зрители сами уже требуют ее. Диктуют. Диктуют, да, не знают, что они хотят смотреть. Да, да, да. Вы сказали о том, что новогодние фильмы, они имеют особое воздействие на человека. Вот за счет чего происходит это воздействие? Ну и как оно отражается на людях? За счет того, что Новый год это самый главный праздник в нашей стране. Новый год это не государственный праздник. Это частный праздник, в отличие от 1 мая, Дня Победы, 7-го и 4-го, День Конституции. Это то, которое навязано государству. А Новый год это семейный, частный, это то, что для людей и самими людьми. Поэтому отношения к нему более искренние. Поэтому люди, вот собираясь за столом, они как бы на чистоту собираются. Вот поговорить по-настоящему, подвести итоги. И поэтому те фильмы, которые к ним поступают, к телевизору, они должны быть вот такие же. Приближенные к народному. Да, да, да. И народные, понятные, дающие все ответы на все вопросы. Ну уже прямо, как теща родная. Да, вот смотришь его на сече. И знаешь наизусть, и каждый может предугадать момент, но все равно смотришь, смотришь и смотришь. Ну и много раз такое бывало, что порой, казалось бы, ты этот фильм смотрел тысячу раз, но что-то новое ты там обязательно находишься. Да, и плюс все важно. На мой взгляд, новогодние фильмы, как ничто другое, выражают время, в которое они выпущены. Вот, например, «Карнавальная ночь», первый супер-хит новогодний, первый стандарт новогоднего кино в Советском Союзе, в России. Фильм Альдара Рязанова. 56-й год. Это первый оттепельный фильм. Это первый фильм, который фиксирует вот это освобождение страны после смерти Сталина. Там в чем сюжет? В том, что молодые, полные бодрости, энергии, сверхидеи, силы борются с зачерствевшим, погрязшим бюрокративным старым руководителем. И побеждают его. И вот вам оттепель, который живет там 50-е, 60-е годы. Наступают 70-е годы, и приходит время другого главного хита советского кинематографа новогоднего. И это «Ирония судьбы» или «С легким баром», того же самого Альдара Рязанова. И он фиксирует другую ситуацию. Он фиксирует уход людей в частные отношения. Когда люди уходят от государства, вообще вот эти общественные отношения перестают интересовать. Все расходятся по квартирам. И самое главное, что доказывает этот фильм? Что Галя, Надя, все возможно. Товарищи не... Не теряйте надежды. Да, да, да. В любой момент махнули в Петербург. Григорий, а вот в чем все-таки вам кажется, в чем суть актуальности всех этих советских фильмов? Почему они не теряют актуальности? Ведь снимали-то давно, и вроде история уже даже не пройдет. Нашу действительность, казалось бы. А все равно люди смотрятся, переживают и близко к сердцу принимают. А это некое эталонное время. Советское время, эталонное, правильное, золотое время. Тогда было лучше, чем сейчас. Конечно. Какие у нас главные мультики, которые уходят в Новый год? Есть новогодняя франшиза, которая уходит в Новый год, каждый раз в первых числах января. Вот эта история про богатырей, она в то же самое время отсылает. В то же самое золотое время. Владимир в красное солнышко, что-то давно, хорошо и замечательно происходит. И что не помним. Ничего, ничего, мы же ничего не помним. Мы же не знаем, что происходило, но знаем, что было правильно. Вот то же самое в значительной степени такую функцию выполняют советские фильмы, которые мы смотрим. То есть такой флэшбэк, воспоминания теплые, приятные о том времени, о котором потом... Сказка, которую рассказывала бабушка, которая на самом деле куда реальней, чем все то, что потом с тобой происходило в жизни. Мы в ВКонтакте спрашиваем у наших телезрителей, какой ваш любимый новогодний фильм. И очень много вариантов. Фильм «Один дома», не совсем русский. «Передине судьбы», «Елки», которая сейчас... Ну там же Трамп снимался, конечно. А сейчас кто-то проходит, «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», «Отпуск по обмену», «Гринч», «Похититель Рождества» или можно написать свой вариант. И пока лидером является фильм «Джентльмены удачи». Как вы прокомментируете пока вот такие результаты? Удивительно, потому что раньше фильм «Джентльмены удачи» никогда не входил в такой в топ новогоднего кино. Но это любопытно, потому что фильм «Джентльмены удачи» является неким симбиозом творчества Георгия Данелли, такой сложной комедиографии, которая является автором сценариев этого фильма, и совершенно эксцентричный такой гайдаевский манер режиссера Петрова, который сделал этот фильм. Ну что ж, я как раз, когда ехал сюда, думал, что в этот вот набор новогодних фильмов входят комедии «Рязан», входит комедии «Гайда», и не входит более сложной, более лиричной комедии «Данелли». Вот, видите, есть шаг, вошла каким-то образом бачком, не совсем «Данелли», но вошла. Мне кажется, что этот вариант побеждает, потому что нет варианта фильма «Иван Васильевич имеет профессию». А, наверное, вы просто не предложили нужный вариант. Мне кажется, что вот я все-таки настаиваю это. Ну, уже этот момент удачи непосредственно накануне Нового года, все события-то происходят. Зимой они там происходят. Да, зимой там заряжают елку, там же каток, помните, когда... Новогодние атмосферы есть. Подарки они там дают. Да, друг другу, да, примусы дают. Ножик, это сам подарковый ножик ему в колодец, да. А скажите, вот ваше мнение, ваш любимый новогодний фильм? Мой любимый новогодний фильм, я даже не знаю, их трудно выбрать, поскольку... Я бы выбрал, между прочим, вот последний новогодний фильм, это, конечно, специфическое зрение человека, занимающимся кино, это «Страна ос». Ага. Да, это фильм Василия Сигарева, который является совершенно своеобычной, своеобразной такой новогодней комедией, и которая произвела сильное влияние на российское общественное сознание, по крайней мере, вывел огромный спор год тому назад. Он современный? В каком году он был? Он вышел год тому назад, и это фильм, который в детстве в эру происходит в наши дни, на самом деле отсылка есть в 90-е, это парафраз, некая реплика на страну ОС, Франка Баума или там «Волшебник изумрудного города», что привычнее советскому российскому читателю, зрителю. Это история там, как девочка подправляется в изумрудный город, а изумрудный город – это Екатеринбург. Да, одна из мировых столиц производства изумрудов, да. И вот что с ней там происходит, она также идет с маленькой собачкой. Там приключения, которые так уж трудно назвать по-настоящему праздничными приключениями, и финал тоже как бы не настоящий сказочный финал, неполный оптимизм, но положительный. Такая реальная сказка на реальных событиях. Да, рекомендация, спасибо. Обязательно посмотрите, может быть, не в новогодний период, чтобы не портить себя. Да, ну, к концу новогодних фильмов, 9 января, мне кажется, идеальное время, чтобы вернуться в жизнь. Да, друзья, у нас есть небольшая подборка, давайте обратим свое внимание на экран и посмотрим несколько новогодних фильмов, которые мы рекомендуем. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Крокодил не ловится, не растет кокос, Плачут, богу молятся, не жалея слез, Плачут, богу молятся, не жалея слез, Крокодил не ловится, не растет кокос, Вроде не безидельники и могли бы жить, Им бы понедельники взять и отменить, Им бы понедельники взять и отменить, Вроде не безидельники и могли бы жить, Как назло на острове нет календаря Ребятня и взрослые пропадают зря Ребятня и взрослые пропадают зря На проклятым острове нет календаря По такому случаю ночью до зари Плачут невезучие люди-дикари И рыдают бедные, и клянут беду В день такой неведома, в никаком году Вот такие вот, да, замечательные фильмы мы смотрим на Новый год. Слушайте, всего лишь кадры, даже нет четкой сюжетной линии. Да, мы не можем сейчас вот это посмотреть фильм, но настроение сразу летает. Ну, и уже начинаешь нащупать мандарин, да? Да, мандарин, да, падать, куда шарпанского все нащупываешь. Но все-таки вот, переходя от советских каких-то фильмов, хотелось бы поговорить больше о современном каком-то кино. Ну, и в чем отличие между вот теми советскими историями, которые мы смотрим, да, по Новый год, вот, начиная... Да, как вы оцениваете качество современного? Ну, качество – это вещь в искусстве субъективная. Мне более интересно, такие более идеологически важные вещи, да? Общество поменялось, поменялась страна, поменялись новогодние фильмы. Мне кажется, что главными новогодними фильмами последних 15 лет стали такие фильмы, как «Дневной дозор», который вышел 1 января 2006 года. Вот в ночь, в 3 часа ночи в кинотеатре «Октябрь» сделали премьеру. На самом деле, он стал новогодним фильмом. Там тоже же, да, накануне все происходит новогодний фильм? Или нет, зимой? Зимой, зимой, да, в «Дневной дозоре» все происходит зимой. Вот. И, например, фильм «Елки». Да, вот этот длинный... Который уже имеет столько частей. Пятая часть сейчас у нас придет в кинотеатр. Это еще интерактивный фильм, если вспомнить, например, в прошлый и позапрошлый год, когда в каждом городе концовка была своя. То есть это тоже огромный секрет. Да, это маркетинговые ходы, которые связывают... Это были самые крупные города, да, которые приносят наибольшее количество посещений кинотеатров. Студия «Тюмор Бекмамбедов» является наиболее удачным продюсером России, у которого в списке 50 наиболее кассовых фильмов, ну, наибольшая часть фильмов, да. А, и третий фильм, да, кстати, «Новогодний», который является собой некое интересное явление, является третьим фильмом по количеству просмотров в России. Это «Ирония судьбы 2», между прочим. Автор сценария, которого наш с вами, Зимряк Славовский, 50 миллионов, между прочим, собрал в кинотеатрах. Это третий по количеству зрителей. Мне кажется, это просто любопытство. Не знаю, не разделяю в это мнение, что он действительно такой качественный фильм. Нет, нет, почему? Это, кстати, фильм мне понравился. А также фильм «Мамы», который тоже вышла не одна часть. Они все находятся где-то в общем, вот в общей второй лиге. В общей потоке, да, находятся. А эти фильмы интересны тем, что они задают четкую идеологию, да. Тем, что, например, в фильме «Дневной дозор», там четкая картина мира. Есть добро и зло. И вся наша жизнь – это борьба между добрым, добрым и злом. Более того, есть разделение общества. Есть бедные, у которых вот такие качества. Есть злые, у которых вот такие качества. И мы, глядя, вот ты как узнаешь. И чаще всего злые, а ты богатые люди, да? Конечно, богатые, да. Острые социальные проблемы российского общества, они так иначе находят рожение в новогодних фильмах, иначе их не смотрят. Людям неинтересно смотреть какие-то выбранные сказки. Конечно, драма нужна, драма нужна. Драма жизни, да. Кофликты, да. А как вы считаете, вот стоит ли снимать продолжение фильмов? Там «Кавказская пленница», мы знаем, что вышла. Да, вот «Рим-реки», так сказать. Делать, но чуть-чуть измененные. Судьбы нужно ли это делать или оставить фильмы в покое, вот в классическом виде, в котором они изначально находятся? Нет, делать в искусстве можно что угодно. Чаще просто не получается. Вот в чем проблема, да? Ну вот, на мой взгляд, «Родина судьбы 2» достаточно удачный фильм, да, который получился, который людям понравился, который я вспоминаю не без удовольствия. А «Кавказская пленница», «Джентльменная удача» вторая. Да, 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 вот очень много же пересняли. Ну, не получилось, понимаете, как-то, прости, не получилось. Спасибо вам огромное, да, писать, на самом деле, очень интересное, но время эфирное ограничено. Договорить, дурной праздник заканчиваю. Мне нужно призвать людей в новогодние праздники, в кинотеатры. А мы сейчас этим займемся, мы как раз и хотели подвести к этому. Да, дорогие друзья, новогодний период – это время, золотое время для российского телекино. Это то время, которое собирает больше всего денег в кинотеатрах. Дорогие друзья, выберите несколько часов в эти две практически недели, сходите в кинотеатр, принесите свои 200-500 рублей киношникам. Вы их поддержите, они поймут, что они живут не зря. У них есть свой зритель. Прошу вас, придите в кинотеатры. И посмотрите какой фильм? Фильм «Рыба-мечта в доме кино». Супер, друзья, с вами был Григорий Гришин, режиссер-документалист. Спасибо вам огромное, которая рассказала, в чем же все-таки секрет и феномен российского новогоднего кино, друзья. Но прямо сейчас наслаждайтесь рекламой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова